Есть народная пословица, переданная от предков, которая гласит, что по одежде судят о человеке, а по коню – о богатыре. А драгоценности, которые лучше всего украшают учёных, это благочестие и равнодушие к мирскому. Если учёный лишится этих двух драгоценностей, от его красоты останется лишь видимость. Недоведённый до сокровенных красот, он подобен позолоченной меди. Среди торговцев нередко встречаются мошенники, продающие медь по цене золота. Но поскольку века лжи и обмана – недолог, они быстро теряют уважение среди людей. Аллах, сотворивший всё сущее, не унижает своего раба, к унижению его ведут лишь собственные поступки. Запрятанные глубоко в сердце человека ширкой лицемерии когда-нибудь довыявятся. Ещё одна народная пословица гласит, «Чтобы мясо не портилось, его посыпают солью, но чем посыпать соль, если она испортится?» Закем следовать простым людям, не получившим исламского воспитания, если учёные сами не следуют своему учению? Как сказано в хадисе, бывает, что человек, которому дарая осталась всего одна пять, всё же попадает в ад. Может, некоторых из этих учёных ждёт такой же конец. «О, ты, кого Всевышний наделил знаниями, выделив среди сверстников, разве он не взял на себя обеспечить уделом и содержать тебя? Почему ты не замечаешь, сколько раз Всевышний призывает в Коране, уповай на Аллаха? Разве мало сказано о благочестии, богобоязненности, отрешённости от мирского? Разве не встречал в книгах упоминаний об их ценности?» «Если ты получил долю наследства Тага, алей-иссаляту вассалям, почему же, друг мой, в своём поведении ты не следуешь знаниям, не проявляешь должного уважения к ним? Разве пророк, алей-иссаляту вассалям, ходил куда-нибудь в поисках мирского? Разве он обрёл сподвижников за деньги? Разве саляфы и халяфы стремились быть имамами, внося раскол в джамаат и сёл? «Оставь мирское, которое убегает от тебя, чем больше ты за ним гоняешься, пока оно само не придёт за тобой, да наделит тебя Аллах благостью. Береги обе драгоценности, которые украшают тебя, да будешь ты вознаграждён таким же красивым ахиратом. О, обладающий богатством! Ты не гордись имуществом, будто накопил его своим умением. Большие цари, у которых во дворе было больше богатства, чем у тебя дома, тоже покинули этот мир. Богатство Аллаха, доверенное тебе для твоего испытания, пусти туда, куда ему предначертано, да одарит тебя сполна Аллах щедростью сердца, самым ценным сокровищем, наиболее облагораживающим богатых. В твоём имуществе содержится удел многих людей. Не забудь об этом, да наставит тебя Аллах, одарив содействием. Не допускай беспечности в выплате обязательного заката. Не сомневайся, что с уплатой заката твоё имущество станет полноценным. Шайтан пугает тебя нищетой. Не дай этому заблудшему и проклятому обмануть тебя. Чем больше ты отдашь, тем больше и Всевышний даст тебе. Да сделает тебя Аллах на этом свете дающим и раздающим. Субтитры создавал DimaTorzok